Приветствую друзья, с вами Марина Измайлова, я архитектор, вы на канале Беру Архвуд и здесь уже есть серия видео о стилях в интерьере, ссылку я оставлю в описании и после выхода каждого такого видео, посвященного какому-то стилю, направлению, например скандинавскому я вижу комментарии такого содержания Мы, а в частности вы, дизайнеры, архитекторы, все время копируете Неужели у вас нет ничего своего, в том числе своего русского стиля в дизайне интерьеров? Сегодня по вашим просьбам будем разбираться Действительно ли мы все копируем, почему так происходит, существует ли русский стиль в дизайне интерьеров и может ли он быть актуальным, современным, читаемым, чтобы его элементы можно было использовать в современных домах и квартирах Именно эту тему выбрали подписчики нашего телеграм-канала в прошлый раз, поэтому заходите и подписывайтесь Для меня поиски такого универсального русского современного направления казались не такими простыми, как казалось на первый взгляд Надо понимать, что в архитектурном институте, который я заканчивала, мы изучали 7 или 8 разных предметов, посвященных теории архитектуры От древними сапотами до советской, современной Я не могу назвать себя искусствоведом или тем более узким специалистом по какой-то эпохе или направлению Но у меня есть довольно объемное представление о том, как развивалась вообще мировая архитектура и дизайн И в частности, как они развивались здесь у нас Я часто вижу в комментариях и в личном общении, что у людей, которые специально не погружались в тему архитектуры Или как-то не связаны с искусством, иногда возникает непонимание, как выглядит русский стиль Потому что в России очень много всего разного сразу Что это, дворцовые ансамбли или хохлома? Отсюда возникает некоторая каша Про дворцы и ансамбли Большинство из памятников архитектуры, интерьеров в этих зданиях, которые мы уже воспринимаем как наши, как свои родные Например, Зимний дворец в Питере, в котором сейчас расположен Эрмитаж Усадьбы в центральной части России Они создавались силами русских строителей, да, на средства из казны или частные средства Но чаще всего авторы, архитекторы, инженеры приезжали сюда по приглашению Запустил активный процесс привлечения специалистов, в первую очередь Петр I Который кроме инженерных и военных технологий Привозил архитекторов, мастеров и постепенно внедрял европейские вкусы Конечно, и до него мы общались с соседями, обменивались опытом, товарами, торговали Но именно при Петре это делалось в огромных масштабах И все следующие императоры или императрицы следовали этому же принципу Причем странно, откуда импортировалась эта архитектура Менялись, менялась мода, в одну эпоху привозили немцев, другую французов или итальянцев Что оставалось неизменным 300 лет, это то, что приезжали в основном европейские мастера И мои предки по материнской линии, с одной стороны, как раз были немцами, инженерами Которые строили мосты и дороги, они приехали в Россию в конце 18 века И дальше практически все, включая моего деда, были связаны с этой профессией и преподавали ее То есть Россия веками активно привлекала специалистов, заимствовала технологии И европейские стили в архитектуре, в ландшафтном дизайне, в оформлении залов и, конечно же, в моде Только ли мы так делали? Конечно, нет В видео про скандинавский стиль я рассказывала о шведском правителе Густаве III Который, вдохновившись Версалем во Франции, решил построить у себя на родине нечто подобное Пытался воссоздать ансамбль в Швеции, но у него не хватало денег Поэтому сам дворец, его интерьеры получились, мягко говоря, лаконичнее Они были в основном белыми, намного меньше лепного декора, позолоты Эдакий white box от застройщика 18 века по сравнению с французским барокко Но благодаря этому небольшому дефициту возник отдельный стиль Который так и называется густавианский в честь Густава III Возможно, тогда он переживал, а мы сейчас наслаждаемся, потому что он прекрасен То есть это нормальные люди, в основном императорская семья, приближенные чиновники Они путешествовали, видели какие-то новые решения, новую моду И сразу же хотели себе точно так же, не только в России Сейчас точно так же страны меряются небоскребами, новыми технологиями И мировой современный дизайн в целом похож Итак, большую часть привычной нам классической архитектуры нельзя отнести к русскому стилю В этом смысле для обывателя центр Петербурга и Парижа не так уж сильно будут отличаться И классические элементы, уже привычные нам, это лепнина, наборный паркет Это тоже часть общей европейской культуры Да, привлекали не только европейских мастеров, но и российских Например, архитекторы Баженов и Казаков, которые создали ансамбль Царицына Они приносили свои отличия, во многом это были новаторские решения Но в целом местные архитекторы все же работали в общем европейском культурном поле И местами напрямую подражали Параллельно вся Россия, основная Россия, жила другой деревенской жизнью В деревянных избах, большими семьями И в наше время традиционная изба, если ее сохранили в первозданном виде Не обшили каким-то пластиковым сайдингом Которые лет 100 не так уж сильно отличаются от домов, которые были 200-300 лет назад Я надеюсь, что вы все были в такой избе хотя бы на экскурсии А они все имеют общий принцип Потому что уклад деревенской жизни, большие семьи определяли и планировку, и предметы мебели Которыми пользовались эти семьи Традиционная деревянная изба обычно состояла из помещений, которые последовательно соединены между собой Сначала вы попадали в сене или клеть, и оказывались позже в общем большом помещении Обязательно была мужская и женская половина В центре стояла большая русская печь, на которой сверху обустраивались лежанки На них спали обычно самые маленькие дети За печкой обычно хранилась какая-то утварь, посуда И был так называемый бабий угол со шторкой, чтобы женщина могла, хозяйка, где-то переодеться И у нее было хотя бы какое-то личное пространство Здесь же стоял стол для всей семьи Семьи были большие, 6-7 и более детей Жили поколениями вместе Поэтому за одним столом могли собираться 10 и более человек Они сидели на лавках, что можно было увидеть обязательно Это иконы в красном углу, деревянную прялку, различные плетеные коврики, кружевные салфетки Женщины долгими зимними вечерами обязательно занимались рукоделиями Не просто для удовольствия, они создавали уют вокруг себя Своими руками делали какие-то повседневные вещи для своих семей Поэтому почти в каждом доме был тяжелый сундук с резьбой Иногда росписью, в котором хранили одежду, какие-то лоскуты, ткани и разные подобные вещи Сундук вообще очень интересная вещь Они раньше в какой-то степени заменяли шкафы Их даже перевозили, если какой-то человек решил путешествовать Ну достаточно знатный Можно ли назвать интерьер традиционной деревянной избы только русским стилем? Однозначно да, это часть русской культуры Но вопрос, насколько он уникален Если посмотреть на ту же деревянную традиционную избу, например, в Швеции То они достаточно похожи На дизайнерских сайтах тот же резной сундук часто относят к традиционным русским элементам Но это, конечно, неправильно Сундуками пользовался весь мир вместо шкафов Отделка могла немного меняться, да, но суть была общая Понятно, что был и похожий способ строительства В основном деревянный кругляк, балки, доска на полу, какая-то роспись Что отличало именно русскую избу чисто визуально Больше декора Кружево, разные салфеточки, обязательно резные наличники Вот как раз резьба по дереву и резные наличники в большей степени можно встретить именно в России Сейчас точно в основном они остались у нас, как и искусство кружева, например, в Вологде И традиционные промыслы, роспись, холомак, жель – это точно выделяет русский дом При этом, конечно, важно уточнить, что когда мы говорим о русском стиле То это подход к пространству, привычный в основном для центральной и западной части России Севера России, который пришел из основных центральных земель Потому что у нас огромная страна с очень интересной архитектурой Разными промыслами, кроме русского стиля, есть также юрты, потрясающие И сегодня мы говорим именно о стиле, привычном для центральной части страны Это важно Может сложиться впечатление, что мы всегда импортировали идеи, копировали сначала византийскую архитектуру, позже европейскую А были ли в истории такие моменты, когда мода на все русское набирала оборот, например, на Западе? Были и один из самых заметных – это самое начало XX века Когда Сергей Дягилев привез в театральные постановки русский балет, оперу в Париж, а позже в Лондон Они назывались «Русские сезоны» и произвели колоссальное впечатление на европейскую публику Потому что помимо лучших артистов императорского театра в постановках задействовали художников, костюмеров Которые создавали невероятные сказочные декорации по мотивам русской культуры и русских сказок Дягилев хотел произвести впечатление, показать Европе подлинную Русь Поэтому костюмы были не просто новоделом Постановщики искали старинные предметы быта и часть костюмов у мастеров Архангельска и Вологодской области И все это было собрано с большим вкусом Для европейской публики это оказалось абсолютно экзотикой, чем-то совершенно новым Поэтому с русских сезонов пошла мода на все русское, особенно в одежде Направление так и называлось «А-ля Рус» Его популярность выросла еще больше с волной эмиграции аристократов Европы в 2017 году Потому что они открыли модные дома, участвовали в показах, как модели, проводили выставки Какое-то время просто поддерживали этот интерес к русской культуре Здесь можно увидеть фото, в том числе актрис американского кино в кокошниках и головных уборах, сделанных по их мотивам Дальше было еще несколько всплесков интереса модных домов к русскому стилю Это уже современная коллекция дома Кензо Но, по мнению многих искусствоведов, такой большой успех именно русских сезонов тогда был связан с эффектом новизны Впервые такая широкая публика получила возможность погрузиться в русскую культуру Причем не ту культуру, которую мы заимствовали, а до Петровского, интерьеры и костюмы бояр, народные промыслы, центральной России То есть все-таки именно эта сказочная древняя Русь воспринималась как экзотика Кроме этого, были всплески ответвления от общих мировых направлений внутри России И в итоге получился уникальный узнаваемый стиль, например, русский модерн Который вроде как появился как продолжение французского арнуво Но русские архитекторы трактовали его по-своему Они обращались к традиционному фольклору, традиционному растительному декору Использовали мотивы животных, сказочных существ из российского русского фольклора Поэтому, с одной стороны, русский модерн – это часть общего мирового направления, мировой моды начала XX века Но при этом он узнаваем и отличается Как раз это прекрасный пример заимствования, но с сохранением своих мотивов и уникальности Как вы понимаете, в одном видео, конечно, не получится рассказать обо всех направлениях Это огромная тема Но русский модерн точно заслуживает отдельного видео История архитектуры, начиная с Древней Руси, в архитектурных школах изучают несколько лет Но я думаю, что мы уже близки к ответу на вопросы с сегодняшнего видео Есть ли уникальный русский стиль в современной интерпретации Если перенестись в наше время, то встает вопрос Как можно выделить и использовать русский стиль сейчас Не уходить, с одной стороны, в исторические направления Не получить избу или модерн А соединить его с теми трендами в дизайне, которые нас сейчас окружают, которые актуальны Человеку, который живет в определенной культуре, родился в ней Если он не узкий специалист, не так просто выделить эту идентичность И главное перенести ее в современную жизнь Именно отсюда рождается мысль, что мы все потеряли Потеряли что-то важное, исконное Но как его использовать сейчас не всегда понятно Даже если рассматривать старые интерьеры, профессорские квартиры И менее начала 20 века, там очень много всего намешано Обычно это основа из европейских стилей Например, поздний классицизм, какие-то отдельные антикварные вещи И, кстати, не факт, что они в русском стиле Что-то из советских времен, что-то исконно русское Например, традиционное кружево или расписные подносы Это понятно и привычно взгляду Вы, скорее всего, определите, что в этой квартире живет человек из России Потому что вы знаете определенные вещи И в целом ход мысли при оформлении дома Но это не русский стиль, как отдельный узнаваемый продукт То есть, с одной стороны, у нас есть некий городской микс Из европейских стилей и предметов А с другой, что-то из деревенской, традиционной избы И он подходит больше для дачи Но как его вписать в современную квартиру, непонятно А с третьей стороны, есть еще совершенно декоративный стиль Боярского терема, а-ля рус Который больше подходит для театральных постановок И тем более, вообще непонятно, как его использовать в современном доме Ну, так, чтобы это было актуально и не театрально, не музейно В этом смысле проще считать черты какого-то далекого стиля Например, традиционный японский ваби-саби О котором я тоже рассказывала Даже человек далекий от дизайна, скорее всего, считает его как азиатский А уж тем более определит традиционный японский стиль И они довольно удачно продолжились в стиле джапанди Он актуальный, в него можно вписать современную технику Никаких лишних искусственных элементов Никаких сундуков вместо шкафов Но при этом он точно так же считывается как азиатский И даже именно как японский Вот именно к этому я и хочу прийти И здесь я решила провести небольшой эксперимент Погуглить, что пишут про русский стиль в интерьере на западных сайтах Что местные дизайнеры, читатели выделяют для себя как русский стиль Какой-то способ мысли обустраивать интерьер, на что они акцентируют внимание Потому что их мнение со стороны где-то даже стереотипное представление Я думаю, что может стать неким фильтром для нас Особенно меня интересовали интерьеры относительно современные и адекватно выглядящие Которые мы, современные жители городов, дизайнеры, в принципе, готовы использовать Номер один, конечно, они выделяют предметы интерьера Текстиль с разными традиционными орнаментами в русских художественных техниках Которые используются в центральной России Например, в виде подносов на стене, расписного самовара Или каких-то красивых салфеток Здесь такой тонкий момент Росписи и национальные платки вообще-то не особо популярны внутри страны Они довольно пестрые, не всегда понятно, как их вписать У каждого дома или почти у каждого есть какой-то предмет, привезенный с поездки или подарок Но чаще предметы народных промыслов можно встретить в доме у ценителей, коллекционеров Например, у того, кто собирает гжель или хохломой И, как правило, их интерьеры немного перегружаются этими яркими пятнами Иногда это просто превращается в музей А в практике ценить хорошо сделанные образцы, коллекционировать их поштучно Превращать в акценты в современном интерьере, в общем-то, нет Почему? На мой взгляд, у нас в этой сфере очень много всякого шарпотрепа и подделок Далеко не все, что продается на туристических улицах, сделано хорошо И люди, конечно же, это чувствуют Эти предметы и жанры не воспринимаются как искусство, а скорее как что-то из жизни наших прабабушек Честно скажу, у меня тоже был такой взгляд, например, на кружева Я вообще их не воспринимала, пока не попала в музей кружева в Вологде Это очень круто, и если вы будете в Вологде, то обязательно его посетите Это вещи, которые хочется купить, куда-то вписывать и смотреть на них А кроме Вологодского кружева есть еще и Вятская, и Михайловская, и другие И все они отличаются, имеют свои особенности То есть, с одной стороны, у нас много всего условно русского, стереотипного Медведя, балалайки, грубая, примитивная роспись, которая дискредитирует даже у нас внутри страны Работу наших же школ мастеров, которые веками создают настоящее искусство Вещи, сделанные со вкусом, есть, они очень красивые, и они могут стать украшением интерьера Мне нравится этот пример, сам по себе интерьер довольно лаконичный, не перегруженный При этом работа русских мастеров становится красивыми акцентами Это вологодское кружево, крестецкая строчка, жестовская живопись, мезинская роспись по дереву, кжельфи, нифть У нас почти в каждом регионе есть свой стиль со своими особенностями Это настоящий алирус, который как раз однажды потряс европейскую публику И здесь же второе, что выделяют, это некоторая насыщенность, перенасыщенность декором Большое количество текстиля, сложные шторы, скатерти, большое количество росписи В этом смысле, да, русские интерьеры в целом не минималистичны И как раз этим можно и управлять Я думаю, русские традиционные предметы вполне могут сочетаться с минимализмом Вопрос их количества Номер три часто пишут о печах, отделанными изразцами Такая облицовка воспринимается как традиционно русская Вообще техника росписи, керамики, ей не одно тысячелетие Они применялись при отделке храмов, сооружений еще в древнем Вавилоне Но именно слово изразец русское, по сути это образец И изготавливали изразцы на Руси по традиционным рецептам Причем у каждого региона был свой стиль или цвет А потом Петр Первый привез из Голландии изразцы, расписные, которые вошли в моду Но они все же относятся к плитке Печи имитации каминов со изразцами до сих пор воспринимаются как русские Это очень интересно, самобытно Вот такой вариант в белом цвете, как альтернатива трехмерным панелям или плитке Очень даже Я думаю, их можно использовать не только для печей, а еще где-то в санузлах или для отделки стен Номер четыре это иконы на их традиционном месте в юго-восточном углу или свободном углу, красном углу И вообще иконы здесь уже зависят от каждой семьи, их веры, их отношения к иконам Но иностранцы на западе, на востоке часто определяют русский интерьер именно по православным иконам Номер пять это роспись в основном с традиционными цветочными орнаментами, которые применялась при строительстве теремов Но я думаю, здесь нужно быть осторожным Хотя, мне кажется, коллекция акцентных обоев, какими-то русскими традиционными элементами с росписью могла бы стать популярной, если бы ее сделали со вкусом Может быть, такие уже есть, напишите, если вы встречали Номер шесть это дерево интерьера с максимальным количеством дерева, в принципе, дачи, дома из бревна, с деревянными потолками, полами Как мы уже выяснили, это не обязательно именно русский дом, это может быть любой северный дом Но в сочетании с резьбой и узнаваемыми элементами, например, подносом или самоваром определяется именно как русский стиль Резюмирую, это тема русской архитектуры и стиля огромная Я знаю, насколько у нас большая страна, сколько разных народов живет рядом в России У каждого свои промыслы, свои традиции, культура Это вообще бесконечная тема Плюс огромное количество уникальных отдельных направлений, которые возникали и развивались в России Например, советский конструктивизм или русский модерн или традиционные русские промыслы Все это, к сожалению, в видео не уместилось Но если вам интересно, напишите, возможно, я сделаю какой-то дополнительный материал на эту тему Для меня лично современный русский стиль, который может использовать практически каждый Это либо какие-то элементы старых дач, которые уже имеют традиционную планировку, но в том числе декоры и резные наличники, украшения на фронтонах Либо довольно современный и привычный интерьер как база, в котором аккуратно используются традиционные мотивы или включенные работы русских мастеров как предметы искусства В качестве главного акцента Друзья, очень жду, что вы оцените это видео Подпишитесь, если вам нравится материал на этом канале И обязательно напишите в комментариях, как лично вы видите русский стиль В каком виде готовы его использовать, а в каком нет В своем интерьере открыли ли вы для себя что-то новое, посмотрев это видео Берегите себя и до встречи!